Есть документы, которые регулируют правоотношения, это основополагающий нормативный документ Федеральный закон 323 об основах охраны здоровья, который гарантирует медицинскую помощь всем, кто проживает на территории Российской Федерации и застрахован. Далее, если говорить о том, что у нас в соответствии с 37 статьей медицинская помощь, за исключением медицинской помощи оказываем в рамках клинической пробации, оказывается в соответствии с положениями и организацией оказания медицинской помощи по виду медицинской помощи и в соответствии с порядками. Самое главное для вас – это порядки, стандарты и клинические рекомендации. Клинические рекомендации – это ваш основной документ, на который вы можете всегда, как настольная книга, которую вы распечатали, и всегда можете посмотреть, что полагается вам по вашему заболеванию. Если у вас заболевание, соответственно, по Бехтере, я пример привожу, вы находите клинические рекомендации именно по этому диагнозу. И вот если вы будете иметь этот документ под рукой, вы всегда сможете понять, что вам полагается, как проводятся исследования, какие медикаменты, какая реабилитация. То есть полный маршрут пациента прописан именно в этом документе, потому что на основе стандартов и всех положений об организации медицинской помощи утверждаются клинические рекомендации. Это уже консенсум врачей, которые, когда врачи совещаются, что какая медицинская помощь должна быть оказана, они уже договорились и приняли решение, что вот именно так будет оказана эта медицинская помощь. И вот в таком порядке это должно быть. И там очень много что прописано. Поэтому самый главный документ, я всегда считаю, что это клинические рекомендации. И, соответственно, много из упомянутых документов, но самое основное это гарантированная конституция Российской Федерации, это программа государственных гарантий, которая утверждена, на каждый год утверждается. И в государственной программе у нас установлено, что есть базовая программа, а есть федеральная. То есть что такое базовая, что такое федеральная, чтобы вы понимали. Базовая программа это то, что оплачивается за счет фонда ОМС, то есть фонда страхования, а федеральная это уже за счет дотации от федерального бюджета и регионов. То есть есть медицинская помощь, которая не предусмотрена в принципе базовой программой, но предусмотрена федеральной, а значит вы ее сможете получить либо за счет вашего региона, либо за счет субсидийного из федерального бюджета. Как это понять и где это найти? В каждом регионе утверждается своя территориальная программа госгарантий. Вот именно эта территориальная программа госгарантий вам нужна для того, чтобы посмотреть, что входит дополнительно в отличие от федеральной. Соответствует ли она федеральной вообще? Бывают, были случаи, когда нарушается федеральная программа и регион утверждает какую-то свою территориальную программу, в которую не входят те необходимые нормативные положения и стандарты и так далее. Вот это важно тоже посмотреть, что у вас дополнительно. Потому что в каждом регионе дополнительно могут принять нормативный акт, например, на оказание медицинской помощи с таким направлением ревматологии. И какие-то субсидии выделяются из бюджета на организацию, например, открытие медицинских кабинетов, обучение ревматологов. Это может быть какое-то пациентское сообщество, может быть все, что угодно. Но это важно посмотреть в вашем регионе. Если этого нет и есть желание, скажем так, добиться или получить то, что предусмотрено законом, желательно это, скажем так, осветить и написать обращение в Минздрав. Для того, чтобы вы обратили внимание должностных лиц о том, что не исполняется законодательство. Далее, есть еще нормативные акты, ну и, соответственно, все мы знаем, что есть федеральное оказание медицинской помощи и за счет субъекта. Вот за счет субъекта это 890-е постановление. Но, к сожалению, все мы знаем, что там оно старое, и там внесены, скажем так, цитостатики, некоторые препараты, которые в принципе сейчас уже не актуальны. Но для этого есть письмо Минздрава Российской Федерации по вопросу обеспечения граждан, страдающих ревматом и артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтера, лекарственными препаратами. Именно этим письмом Минздрав и дал разъяснение, что несмотря на то, что не внесено 890-е постановление, соответственно, обеспечение в любом случае всеми препаратами биоинженерными именно должно быть пациентов. Об этом также говорит у нас письмо Минздрава, которое 489-е, я не знаю, здесь я его указала, письмо Минздрава 489-е, которое говорит о том, что если у вас есть и федеральная льгота, и региональная льгота, соответственно, вы имеете право по двум основаниям получать лекарства. То есть это в основном про лекарства. Что это говорит? То есть у вас нет инвалидности, но у вас есть заболевание, соответственно, по этому заболеванию вы можете получать лекарственные препараты за счет региона. Регион обязан вас обеспечить этими препаратами. И также у нас есть утверждены стандарты медицинской помощи взрослым при ревматоиндоматрите, в котором прописана частота оказания этой медицинской помощи. То есть если вам заглянуть в этот приказ, по каждому своему направлению есть еще дополнительное, но вот самый основной приказ, в который вы заходите, смотрите, так, значит, стационарно это одно, а амбулаторно это другое. Вот это амбулаторно, что вам должны оказать, какую медицинскую помощь. То есть осмотр врачом таким-то один раз, например, исследование такое-то два раза и так далее. И там все это прописано. То есть вы можете всегда открыть и посмотреть, а сколько вам полагается по ОМС именно вот этого исследования или же этого там врача пройти. Соответственно, путь пациента. Давайте мы сейчас пройдемся. Маршрут пациента. Первичная медицинская помощь, чтобы вы понимали, это амбулаторная помощь, которая у нас оказывается в поликлиниках. То есть мы обращаемся в поликлинику, получаем медицинскую помощь. И в себя она включает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, состоянии и, конечно же, реабилитации. И срок ожидания приема врача-терапевта-участкового не должно превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Но опять же, здесь, как правило, нарушается. Все мы знаем, что к врачу записаться практически невозможно. Это очень сложно, нет записи. И такое часто. И вот когда есть боли, что я говорю пациентам? Если у вас реально действительно нужно попасть к врачу, и вы не можете записаться, значит, вы идете к любому дежурному врачу. Они говорят, а я ничего не могу сделать, потому что вот вы не мой пациент, я там только экстренную помощь больничную выпишу вам и так далее. Значит, вы идете к заведующему. Это единственный способ получить помощь. Заведующий может вас, не ругаясь, ни в коем случае, не советую никогда. Идете к заведующему, говорите о том, что вот такая ситуация, у меня такое-то заболевание, да, и я не могу получить. А стандартом-то у нас предусмотрено. А вот еще и территориальная программа госгарантии утверждает сроки оказания такой медицинской помощи. И это вот прописано 24 часа. А я не могу уже две недели попасть. Соответственно, вот именно в этом случае вы идете к заведующему и говорите, да, давайте так, поговорите с врачом. Пусть он хотя бы меня примет, да, там 5 минут на меня уделит. Я запишусь, когда будет возможность. Пусть он там эту запись потом сохранит, я не приду. Но мне сейчас нужно получить медицинскую помощь. И, соответственно, врач, может быть, заведующий вас отведет к этому врачу и скажет, ну вот прими там, пожалуйста. Он вас примет. И, возможно, вам нужно только всего лишь взять у него направление. Это обычный же участковый врач, в принципе. Поэтому вы берете у него там направление кому, кому там ревматологу или там на МРТ и так далее. Или какое-то исследование. Поэтому вот такие вопросы решать лучше всего через заведующего. Ну и срок оказания первичной медицинской санитарной помощи. Это вот, значит, вас госпитализация должна быть 2 часа. Все мы знаем, что это тоже нарушается, бывает, и целый день ждут. Поэтому что в таком случае делать? Обязательно, конечно же, либо говорить врачу, либо говорить о том, что я сейчас тогда пишу жалобу. У меня все записано, когда меня сюда привезли, да, и сколько я здесь нахожусь, вот на видео. Ну, это мы более детально, наверное, завтра разберем. Значит, первичная специализированная помощь. Что это такое? Это вот вы пришли к врачу и говорите, мне нужна направление на МРТ. Соответственно, вам там показано при выписке из стационара, или ревматолог вам назначил. И что сказал, там через каждые 3 месяца делать что-то. Соответственно, вот у нас установлены сроки. 14 рабочих дней со дня назначения данного исследования. Вам выписали направление, а записаться вы не можете. Что мы делаем? Соответственно, ссылаемся на территориальную программу госгарантии, которой установлены эти сроки. То есть МРТ, КТ и так далее. Все это как бы также 14 дней. Далее, специализированная помощь. Это медицинская помощь, которая оказывается врачами-специалистами. Это как раз вот специалистами-ревматологами, которые очень тоже сложно получить, особенно в регионах. Сроки ожидания у нас также установлены 14 дней, но, к сожалению, получить это очень сложно и проблематично. Например, вы хотите получить направление куда-либо, и для того, чтобы это получить направление, пройти надо округи ада. Сначала к терапевту, потом только к этому специализированному врачу, который вы попадете через месяц и так далее. Поэтому здесь тоже есть сроки, есть законы, установленные. К сожалению, когда мы говорим о том, что нам положено в течение 14 дней, заведующий или врач говорит, ну мало ли что вам положено. Бывает и такое. Поэтому я не рекомендую, конечно, ругаться, но сказать о том, что ну хорошо, давайте тогда на юридической плоскости решать этот вопрос и писать заявление. Далее, экстренная медицинская помощь. Ну я думаю, что это в крайних случаях, но мало ли. У нас, конечно же, доставка в медицинскую организацию должна быть осуществлена. При необходимости должна быть осуществлена транспортировка пациента, в том числе из одной медицинской организации в другую. При угрожающих жизнесостояниях или для получения той помощи, которой нет в этом стационаре. Ну, к примеру, вы находитесь на стационарном лечении, и вам необходимо какое-то сделать исследование, которого нет в этом учреждении. Соответственно, данное медицинское учреждение обязано вас на скорой помощи увезти соответствующее то медицинское учреждение, где это есть, сделать его и привезти обратно. Это законно также установлено. И высокотехнологичная медицинская помощь. Вот здесь более сложная. Почему? Потому что это лечение с применением новых сложных, уникальных методов лечения, в которые входят в том числе и лечение инвестиционными препаратами. При необходимости установления окончательного диагноза в связи с нестепичностью течения заболевания, отсутствия эффекта проводимой терапии или повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения. Что такое ВМП? Значит, она также у нас включена в базовую программу ОМС, но не все виды, да, и которая не включена в базовую программу ОМС. Есть особые виды, это, скорее всего, к вам не особо, но бывают и такие случаи, когда необходимо лечение за границей. Но это очень-очень редко и, в принципе, не столь актуально в наше время. Поэтому получить высокотехнологичную медицинскую помощь может каждый пациент, который в этом нуждается, но для этого должна быть проведена врачебная комиссия, которая принимает решение о том, чтобы вас направить на это. Как правило, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается, как правило, в специализированных учреждениях, как я зачитала, при отсутствии эффекта, может быть, наоборот, надо поменять какое-то лечение и так далее. Может быть, это сложный случай, сопутствующие заболевания и тому подобное. Поэтому я хочу рассказать, что для ее получения у нас два этапа. То есть если она включена в базовую программу ОМС, то, соответственно, лечащий врач проводит врачебную комиссию, выдает вам направление, и, соответственно, та принимающая организация, которая вас госпитализирует, она принимает решение и направляет это решение в вашу поликлинику или вашему врачу, который направил эти документы. А вот если она не включена в обязательную программу базовую, то тогда в этом случае вам придется самостоятельно добиваться через департамент или Минздрав вашего региона. То есть вы подаете документы, отправляете в департамент, департамент, соответственно, направляет в медицинские организации, которые работают по ОМС, соответственно, заявку на оказание такой высокотехнологичной помощи. И если, соответственно, есть места, там, квоты, соответственно, приходит положительное решение, и вы будете госпитализированы. Но, как правило, здесь законом сроки не установлены. Почему? Потому что на специализированную помощь у нас установлены сроки с момента направления 14 дней для госпитализации, то для высокотехнологичной, к сожалению, существует очередь, потому что это дотационное, скажем так, обеспечение. Выделяются средства определенное количество, и их недостаточно. Поэтому здесь вы будете, скорее всего, поставлены на очередь для получения такой помощи. И как я советую в данном случае действовать? То есть вы самостоятельно, например, узнали, что вам необходима эта медицинская помощь высокотехнологичная, вы самостоятельно обратились, пока департамент направляет эти документы, я бы вам советовала параллельно, самостоятельно отправлять ваши медицинские документы во все учреждения, которые занимаются этой помощью. Получить, скажем так, заключение, возможно ли у них пройти, хотя бы платно, да, получение такой медицинской помощи. И вы получаете результат такой, что вот в этом учреждении, значит, проводится, в этом учреждении проводится такой-то, например, этап, вам распишут, как это можно сделать и так далее. И вы уже, собрав эту информацию, понимаете, а где лучше-то проводить. Но, опять же, отправлять лучше в те, которые работают по госпрограмме, потому что есть те учреждения, которые не включены в госпрограмму, то есть у нас есть постановление, которое утверждает эти медицинские организации. И вот если они включены в это постановление, то, значит, лучше в эти отправлять. Почему? Потому что вы хотя бы будете понимать, что если вдруг там будет большая очередь, в которую отправил департамент или ваш Минздрав заявку, то вы можете попросить поменять соответствующую медицинскую организацию и подать туда, где можно еще провести. Они нежелательно это делают, конечно, это вообще не любят никогда, но это возможно, и право пациента выбора есть в медицинской организации, но только из тех, которые участвуют в госпрограмме. А вот по ВМП, к сожалению, нет такого права. Вот в этом вся проблема. Но, опять же, все будет зависеть от того, включена, не включена. Если она включена в базовую программу, вы сможете выбрать, потому что она больше, скажем так, ну, менее дешевле, я бы так сказала. Вот. Поэтому здесь тонкий такой момент. Лучше всего заранее выяснить, какие медицинские организации оказывают такую медицинскую помощь по высокотехнологичной. Потому что есть сложности с ее получением, и есть такой момент, что многие учреждения на год вперед уже прописывают очередь. И вот исходя из этого, они бывают даже, когда направляют им документы, указывают, что там не показаны, до обследования сделаете и так далее. И тем самым продлевая вам этот срок. Поэтому лучше всего запросы сразу направить во все, и вы хотя бы будете понимать, где есть еще возможность получить. Они могут вам ответить, что вот готовы вас там принять, например, в этом месяце или через два месяца. И вы уже сразу можете сообщить департаменту, что подайте вот туда, пожалуйста, документы, потому что слишком долго. И есть, если тем более еще и угроза жизни, да, состояние ухудшается и так далее, то я думаю, что здесь можно договориться. Да, есть такое, но всегда можно, скажем так, вот, вот, они могут, я же говорю, они могут, но это все еще зависит, ну, точечно от региона. Регион самостоятельно определяет, будет он свои же деньги платить за вас, а не из бюджета. Да, он дотацию получает, но в любом случае большую часть он оплачивает из своего бюджета, если она не включена, тем более. А если включена, то им все равно вообще куда, ну, сами понимаете, лишь бы вас приняли. Вот. Что самое важное вообще в оказании медицинской помощи, это когда вы обращаетесь к своему врачу, и вы не можете получить поддержку от врача, да. Как правило, мы обращаемся, и вот у меня там такая проблема, а врач не вникает, в принципе, не желает даже помочь. Ну, он загружен, мы все это понимаем, у него пациентов очень много и так далее. Но это не говорит о том, что нужно скандалить или там что-то требовать. Я всегда советую, можно договориться, можно сказать, как я вас понимаю, да, то есть прекрасно вас понимаю, какая у вас загруженная работа. Ну, поймите, у меня вот такая ситуация, там, пожалуйста, там и так далее. Можно договориться, вот честно, я уже на практике прошла, сколько раз я звонила сама врачу своим подопечным, с врачом они не могут вообще никак выйти на контакт, но когда юрист звонит и говорит, ну, поймите, вы же себя подставляете. Ведь ответственность-то у нас до сих пор в России на враче, не на ком-то, не на исполнительном органе, а на враче. Поэтому давайте мы с вами будем вместе дружить, и как бы вы поможете пациенту, вы не из своего кармана помогаете, соответственно, да, вы не из своего кармана отдаёте, там, это лечение или направление. Поэтому я думаю, что в каждой ситуации при маршруте пациента возникают такие ситуации, когда врач не идёт на контакт. В этом случае законодательство вам всегда поможет, но это только в поясненном виде, если вы пишете заявление. Но не надо шагать через верх, сразу через главврача, а сперва через главврача решать этот вопрос. Вот это самое основное, что я рекомендую как медицинский юрист. Потому что, когда мы идём наверх, сами понимаете, в поликлинике вас не любят. Поэтому вот вам рекомендация дружить всегда с врачом. И самое основное – это знать свои права. А права можно узнать, как я и говорила, это первые клинические рекомендации, которые помогут при вашем заболевании. Потому что вы будете знать полностью весь маршрут по установлению диагноза, по реабилитации, по лечению, по лекарственным средствам. Вот про лекарственные средства мы завтра с вами более подробно поговорим, кто будет присутствовать. Соответственно, я расскажу, какие существуют проблемы. И там уже более детально я расскажу законодательно, как действовать в той или иной ситуации. Кому положено, кому не положено. А сегодня, я думаю, что мы с вами только обговорили тот факт, как вам знать, вернее, где найти свои права. Вот об этом мы сегодня поговорили. Спасибо большое.